Здравствуйте! На этом уроке мы с вами решим несколько примеров на сложение, чтобы научиться быстро и правильно складывать. А еще я хочу показать вам, что теперь мы можем справиться с любой задачей на сложение. Итак, давайте разберем примеры сложения однозначных чисел. Эти числа всегда доставляют мне небольшие трудности. Давайте начнем с довольно простых чисел. Допустим, нужно сложить 2 плюс 4. Мы знаем, чему это равно. Не думаю, что для решения этого примера нужно нарисовать линейку, но можете и нарисовать, если вам нужно вспомнить, чему это равно. 2 плюс 4 равно 6. А чему равно 9 плюс 3? На прошлом уроке мы решали такой пример. 9 плюс 1 – это 10, 10 плюс 1 – это 11, и 11 плюс 1 – это 12. 9 плюс 3 равно 12. Возможно, это и неплохая идея представлять себе, что происходит при сложении. Но также неплохо уметь считать очень быстро. То есть нужно помнить наизусть, по крайней мере, результаты сложения однозначных чисел. Давайте теперь разберем несколько примеров посложнее. 6 плюс 7. Вот это я привыкла считать трудным для запоминания. Но 6 плюс 7 равно 13. Посчитайте с помощью линейки или лимонов, если не верите мне. 6 плюс 7 равно 13. 8 плюс 6, или 6 плюс 8, будет равно 14. Это то же самое, что и 7 плюс 7. 7 плюс 7 тоже будет равно 14. Видите, при сложении 8 и 6 мы получили тот же результат, что и при 7 плюс 7. Правильно? Мы забрали 1 от числа 8, но добавили 1 к числу 6. Это все равно, что перейти на одно деление от 8 к 6. Вот почему получится один и тот же ответ. Если это вас запутало, не расстраивайтесь. Давайте решим еще парочку подобных примеров. Итак, 8 плюс 8 равно 16. Я надеюсь, что скоро вы научитесь очень быстро решать такие примеры. 5 плюс 6 равно 11. И еще парочку примеров. Давайте разберу по-быстрому. Допустим, 7 плюс 9. Это будет равно 16. Не верите, можете посчитать на линейке. И это то же самое, что и 8 плюс 8. 8 плюс 8 тоже равно 16. 9 плюс 9 равно 18. А 9 плюс 8 равно 17. И эти все примеры, как говорится, они так, для разогрева. Мы не разобрали, конечно, все возможные сочетания однозначных чисел, но некоторые из этих сочетаний доставляют людям трудности для запоминания. А теперь потренируемся на больших числах. Мы это уже делали с вами на предыдущем уроке. Эти примеры я оставлю. Итак, решим пару примеров с большими числами. Давайте сложим 22 и 3. Сначала складываем единицы. 2 плюс 3 – это 5. И, получается, ничего не нужно переносить в десятки. На месте десятков будет только двойка. 2 плюс 0 – это 2. То есть будет 2 десятка. Значит, в результате получится 25. Например, 2 десятикопеечные монеты и 5 монет по 1 копейке или 25 копеек. Многим легче понимать некоторые вещи. Вот на примере как раз денег. Так, решим еще один пример. Чему равно 38 плюс 17? Давайте сначала смотрим на единицы. Чему равно 8 плюс 7? Это мы еще не вычисляли, поэтому допишу здесь вверху. 8 плюс 7 – это будет на единицу больше, чем 8 плюс 6. 8 плюс 6 – это 14. Значит, если результат 8 плюс 7 на единицу больше, то 8 плюс 7 – это 15. Тогда в этом примере на месте единиц мы пишем 5. Давайте я напишу это другим цветом. На месте единиц пишем 5. А 1 переносим сюда, на место десятка. Ведь 15 – это 10 плюс 5. Значит, цифра 1 в числе 15 означает 1 десяток. Итак, переносим 1 сюда, на место десятков. Значит, на месте десятков у нас будет вот что. 1 плюс 3 равно 4, и 4 плюс 1 равно 5. И в итоге получается 55. 1 плюс 3 и плюс 1 – это 5. То есть вот эти 5 десятков. 38 плюс 17 равно 55. Или 5 десятков и 5 единиц. То же самое, что и 55. Давайте решим еще парочку примеров. Думаю, вы поймете, что мы уже можем справиться с любым примером на сложение. Итак, например, 47. Давайте поменяю цвет для разнообразия. 47 плюс 9. Итак, смотрим на единицы. 7 плюс 9. Мы уже знаем, чему это равно, так как… уже разбирали этот пример. 7 плюс 9 равно 16. Значит, пишем 6 на месте единиц и сохраняем 1 для десятков, так как в числе 16 содержится 1 десяток. 1 десяток плюс 4 десятка – это 5 десятков. В итоге получилось 5 десятков и 6 единиц, то есть 56. Теперь разберем примеры посложнее. Опущу изображение на экране немного вниз, чтобы было место для записей. Итак, разберем кое-что посложнее. 99 плюс 88 – это сложный пример. Нужно следить за шагами решения примера. Тогда поймете, как получить ответ. Давайте. Для начала. Чему равно 9 плюс 8? Мы вычислили это здесь выше – 9 плюс 8. Как мы выяснили, это равно 17. Вот неплохо бы запомнить, что 9 плюс 8 – это 17. Но также неплохо всегда мысленно это представлять себе. Итак, 9 плюс 8 – это 17. Пишем на месте единиц 7. 1 переносим сюда. Затем 1 плюс 9 – это 10. И 10 плюс 8 – это 18. Интересно. Нужно здесь дописать 18. Что мы сделаем? Мы запишем 8 здесь на месте десятков. Правильно? 1 плюс 9 плюс 8. 1 плюс 9 плюс 8 равно 18. Итак, мы записали здесь 8. И опять нужно перенести 1. Переносим 1 на место сотен. Это место единиц, это место десятков. И теперь нужно перенести 1 на место сотен. На этом месте больше ничего нет. Значит, в итоге будет только число 1. Т.е. получается, мы просто дописали слева 18. Итак, 99 плюс 88 равно 187. Продолжим решать примеры. Вы, возможно, заметили, что принцип сложения везде один и тот же. Можно было бы так складывать два десятизначных числа, пока мы еще могли бы следить за порядком перенесения цифр при сложении. Давайте мы теперь сложим 700. Давайте я поменяю цвет. Будем складывать трехзначные числа. Или давайте возьмем четырехзначное число. Не будем лениться, возьмем четырехзначное число. Например, 4368 плюс 572. Посмотрим, что получится. 8 плюс 2. Запишу это здесь. 8 плюс 2, как мы уже знаем, равно 10. Если вам нужно, вы можете посчитать на линейке. 8 плюс 2 равно 10. Ставим 0 на место 1 и переносим 1 на место десятков. Посчитаем теперь десятки. 1 десяток плюс 6 десятков плюс 7 десятков. Или можно представить это количеством десятикопеечных монет, если подумать о мелочи. Т.е. 1 десятокопеечная монета плюс 6 – это 7 десятокопеечных монет. 7 десятокопеечных монет плюс еще 7 равно 14 десятокопеечным монетам. Запишу это так. 1 плюс 6 плюс 7. 1 плюс 6 равно 7, а 7 плюс 7 равно 14. Значит, здесь на месте десятков пишем 4 и переносим 1 на место сотен. Теперь я снова выберу другой цвет, напишу розовым. На месте сотен будет 1 плюс 3 плюс 5. 1 плюс 3 плюс 5. 1 плюс 3 – это 4, а 4 плюс 5 – это 9. Значит, на месте сотен будет 9, и ничего не нужно будет переносить, так как 9 – это однозначное число. 9 – это, например, 9 монет по 1 копеечке. Не 9 десятокопеечных, а 9 монет по 1 копейке. Итак, теперь мы переходим к разряду тысяч. Нечего добавить к числу стоящему в разряде тысяч, т.е. мы просто берем только 4 тысячи. Вы видите, здесь только цифру 4, но поскольку она является четвертой цифрой слева, это значит 4 тысячи. Итак, к этим 4 тысячам нечего добавить, значит, переносим 4 сюда, вниз. Значит, 4368 плюс 572 равно 4000… Ставим здесь запятую, чтобы легче было прочесть это число… 4940. Вот и все. Мы с вами отлично справились. До встречи на следующем уроке! Субтитры создавал DimaTorzok